Сегодня на Храмовой горе я буду читать отрывок из преамбулы к переводу текста юридических аргументов в докладе комиссии Эдмонда Леви ради Илуйна Шама вознесения души Иуды Диментмана, погибшего ровно неделю назад в возрасте 25 лет в Самарии от рук арабских убийц. Итак, преамбула. Автор Виктория Виксельман. 9 июля 2012 года. Юридический форум в защиту Айр-Цисраэль. Приветствую публикацию выводов комиссии Леви, однозначно демонстрирующих отсутствие юридических препятствий для легализации поселенческих хуторов. Напомним, что сегодня 9 июня специальная комиссия под руководством бывшего судьи богатца Эдмонда Леви, созданная главой правительства для определения юридического статуса форпостов, опубликовала свои выводы, которые могут иметь велико идущие последствия для поселенческого движения. Цитата. 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 Конец цитаты. Перевод доклада комиссии Эдмонда Леви в сокращении. Цитата. 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 права на территорию. Что касается статьи 49 Женевской конвенции, то многие ее толковали, но преобладающим мнением было то, что статья действительно призвана учитывать суровую реальность, созданную некоторыми государствами во время Второй мировой войны, когда они изгоняли и насильственно переселяли некоторых из своих жителей на оккупированные территории, процесс который сопровождается существенным ухудшением состояния оккупированного населения. Такое толкование поддерживается рядом источников. Авторитетное толкование Международного комитета Красного Креста, ответственного за применение Четвертой Женевской конвенции, которая определяет цель статьи 49 Конвенции, цитата, «Она ставит целью предотвратить практику, принятую некоторыми державами во время Второй мировой войны, в соответствии с которой производился трансфер отдельных частей собственного населения на оккупированную территорию по политическим или этническим причинам, либо для того, как они утверждали, чтобы колонизировать эти территории. Такой трансфер ухудшал экономическое положение местного населения и подвергал риску его самостоятельное существование как народа». Конец цитаты. Юристы Юджин Ростоу, декан юридической школы при Ельском университете в США и профессор Юлиус Стоун подтвердили, что статья 49 имеет целью запретить подобные бесчеловечные действия, совершенные нацистами, то есть массовый трансфер населения на оккупированные территории с целью уничтожения, порабощения или колонизации. Эта конвенция запрещает многие бесчеловечные практики нацизма и Советского Союза во время и до Второй мировой войны, к примеру, массовые переселения людей в и из оккупированных территорий с целью уничтожения, порабощения или колонизации. Еврейские поселенцы в Иудее и Самарии являются исключительно добровольцами. Они не были депортированы или подвержены трансферу в эти районы правительством Израиля, и их движение не включает в себя ни одну из чудовищных целей или вредных действий в отношении существующего населения, которые должны были быть предотвращены Женевской конвенцией. Стоит ли доходить до абсурда, утверждая, что статья 49, призванная не допустить повторения нацистской политики геноцида, превратившей территорию нацистской метрополии в свободную от евреев, Юденфрай, стало теперь означать, что Иудея и Самария должны стать свободными от евреев и поддерживаться таковыми при необходимости даже с применением силы правительством Израиля в отношении своих собственных граждан. Здравый смысл, а также правильный исторический и функциональный контекст исключает такое деспотичное прочтение статьи 49. Мы не верим, что кто-то может провести аналогию между такой правовой позицией и теми, кто хотел поселиться в Иудее и Самарии, не в результате их депортации в кавычках или трансфера в кавычках, а из-за их мировоззрения заселять землю Израиля. Мы не игнорируем мнение тех, кто считает, что кто-то должен толковать 4-ю Женевскую конвенцию, как запрещающую также оккупирующей державе, поощрять или поддерживать трансфер части своего населения на оккупированную территорию, даже если она не инициировала его. Однако, даже если такое толкование является правильным, мы бы не изменили нашего вывода, что никакая аналогия не может быть проведена между статьей 49-й и 4-й Женевской конвенции и еврейскими поселениями в Иудее и Самарии с учетом статуса территории по международному праву. И по этому вопросу необходима краткая предыстория. 2 ноября 1917 года лорд Джеймс Бальфур, министр иностранных дел Великобритании, выступил с заявлением, что правительство его величества благосклонно относится к созданию в Палестине «национального очага для еврейского народа». Конец цитаты. Документ, который был направлен лорду Ротшильду, гласил, правительство его величества с благосклонностью рассматривает создание в Палестине национального дома для еврейского народа и приложит все усилия для облегчения достижения этой цели, при том, что должно быть ясно понято, что ничего не должно быть сделано, что может нарушить гражданские и религиозные права существующих нееврейских общин в Палестине, равно как и права и политический статус евреев, какие они имеют в любой другой стране. В этой декларации Великобритания признала право еврейского народа на землю Израиля и даже выразила готовность продвигать этот процесс, который в конечном итоге приведет к созданию национального дома для евреев в этой части мира. Эта декларация в несколько ином варианте была отражена в резолюции мирной конференции в итальянском городе Сан-Ремо, которая явилась основой для мандата над Палестиной и которая признала историческую связь еврейского народа с Палестиной. В ее преамбуле говорится «Мандатарий будет нести ответственность за притворение в жизнь декларации, первоначально сделанной британским правительством 2 ноября 1917 года и принятой другими союзными державами за создание в Палестине национального очага для еврейского народа, четко при том понимая, что ничто не должно быть сделано в ущерб гражданским и религиозным правам, существующих нееврейских общин в Палестине или правам и политическому статусу, которыми пользуются евреи в любой другой стране». Конец цитаты. Признание таким образом получили историческую связь еврейского народа с Палестиной и основание для воссоздания еврейского национального дома в этой стране. «Здесь следует подчеркнуть, что в мандате, а также в декларации Бальфура, только гражданские и религиозные права жителей Палестины упоминаются как подлежащие защите, но нет никакого упоминания о национальных правах арабского народа. И относительно фактического осуществления этой декларации статья 2 мандата говорит «Мандаторий будет нести ответственность за создание в стране таких политических, административных и экономических условий, которые обеспечат создание еврейского национального дома, как это предусмотрено в преамбуле, развитие самостоятельных государственных учреждений, а также защиту гражданских и религиозных прав всех жителей Палестины независимо от национальной и религиозной принадлежности». Статья 6 мандата гласит «Палестинская администрация, непредвзято обеспечивая права и положение других секторов населения, будет создавать для еврейской иммиграции подходящие условия и поощрять в сотрудничестве с еврейским агентством, упомянутым в статье 4, плотное заселение евреями земель, включая государственные земли и участки земель, непригодные для общественных целей». «Ахмад». «Вавгусте, ты?» «Салам, окертав». «Угу, киратова». «Угу, киратова».